Почему все доклады на конференциях проходят по одному и тому же сценарию? Вышел, рассказал, ответил на вопросы, ушел. И почему часто коллеги жалуются, что конференций все больше и больше, а интересных докладов все меньше? А давайте вспомним, что в современном Аристотеле и поныне существует всего три типа публичного выступления по целям. Или проинформировать, или сформировать мнение, или воздействовать на чувства. И что все докладчики заранее готовятся, готовят слайды именно под один из этих типов. Но недавно я решил сломать эту многовековую традицию и увидел, что мои действия очень захватывают участников. Как это произошло недавно на конференции в Сибирском федеральном университете. Онлайн-участники цифрой в чате, оффлайн-участники показом пальца, как в Колизее выбирали тот тип моего доклада, который им ближе. Это было непредсказуемо для нас, но зато великолепно в итоге. Дорогие друзья, мой доклад, явные и скрытые резервы качества образования в России и в мире, также будет определяться вашим выбором. Но не только в выборе цели доклада. Вы выберете сами, чья роль вас беспокоит больше всего в вопросах качества обучения. Или роль сотрудника, или роль обучаемого, или роль члена общества. Именно под ваши выборы я буду строить мой доклад. И вы сами станете творцом того, что составляет резервы роста качества образования. Ведь вы же знаете, например, что такое EOS. Правда, не знаете, как с ее помощью увеличить конкурс в пять раз за четыре года. Вы это узнаете. Или как полностью отказаться от бумажного документа оборота. Или в разы сократить время подписания договоров. Или вы, например, все знаете, что такое системы онлайн обучения. Вы попробуйте сами решить, что для вас, с их помощью, для вас важнее увидеть тех студентов, которые будут отчислены. Или тех преподавателей, которые работают некачественно. Или для вас важнее упредить эти отчисления за счет правильных, нужных действий самих преподавателей. И почему в России этого не только не умеют, но и не хотят делать. Хотя за рубежом это делается. И это совершенно не сложно. Вы это узнаете. То есть вы узнаете не только источники роста, но и сами захотите их использовать. Жду вас на этом моем докладе. До свидания. Продолжение следует...